По меньшей мере 38 управляемых авиабомб, запущенных российской авиацией, упали в Белгородской области с апреля 2023 года по апрель 2024. Большая часть из них не взорвалась, сообщает The Washington Post. Сосылка на документ, перехваченный украинской разведкой и переданный журналистам. Большинство бомб было обнаружено гражданскими лицами, лесниками, фермерами или жителями окрестных деревень. Согласно документу, по меньшей мере 4 бомбы упали на сам город Белгород, региональный центр с населением около 400 тысяч человек. Еще 7 были найдены в близлежащих пригородах. Больше всего 11 упало в Грайворонском пограничном районе, где некоторые из них не удалось обнаружить из-за сложной оперативной обстановки. Из статьи издания The Washington Post. Пять авиационных боеприпасов различной мощности обнаружили за два дня в Белгородской области на прошлой неделе, пишет телеграм-канал «База». Это были ФАБ-500 и ФАБ-1500. Эксперты полагают, что такая неточность российских пилотов связана с неисправными системами наведения. «Авиация летит над целью и сбрасывает его на цель. У россиян довольно старая техника. Это достаточно частые случаи, которые касаются не только боеприпасов ФАБ, они касаются и непосредственно ракет». Еще 9 ФАБ и одну ракету Р-77 российские военные уронили на Белгородскую область за последние 4 дня. Как следствие, были повреждены 5 домов. «ФАБ-3046 года, ФАБ-500 я точно не помню, но это все было до 1950 года точно. То есть им уже за 70 этим конструктивом, ФАБом всем. В громадном количестве бросают эти КАБы и это количество, очевидно, не соответствует тем наработкам, объему тех испытаний, которые были проведены. Поэтому эти ситуации возникают». Жители приграничных территорий России не выдерживают накала, связанного с дестабилизацией ситуации в регионах. Почти 3000 грайворонцев подписали петицию, в которой требуют от Путина и министра обороны России окончания обстрелов. Традиционно в России волеизъявление народа считается преступлением, поэтому на точку сбора подписей пришла полиция. Им дали указание отследить, кто, где и когда собирает подписи и изъять их у тех, кто собирал. Организатор сбора подписей из публикации издания «Важные истории». Стоит отметить, что все бомбы, которые упали на территорию России, были предназначены для обстрела Украины. В Минобороны Великобритании заявляют, что участившиеся подобные случаи могут говорить об усталости воздушного и наземного персонала России и его недостаточной подготовке. Виктория Смирнова для телеканала Freedom.